здорово насчет страха подхода смотри любой абсолютно любой страх можно объяснить логически да там страх высоты ты не хочешь ломать ноги и так далее и так далее страх быть бедным что-то еще то есть и это видео посвящено теме которая стара как мир но она никуда не делается страх перед знакомством что с этим делать как его победить и мужчины не понимая природы этого страха не понимая вообще там логичности или нелогичности в данном случае да тем более что нас так научили мужчин да что нас научили что бояться чего-то это стыдно это не по-мужски мужчина должен преодолевать себя мужчины не в состоянии объяснить почему они боятся женщин они это и не называют страх плюс ко всему это такой достаточно деликатный вопрос и он связан с самооценкой с тем что как мужчина себя чувствует поэтому основная проблема здесь даже наверное не в страхе а в том что абсолютное большинство мужчин этот страх знакомства страх подхода страх отказа страх быть отвергнутым девушкой женщиной они его не идентифицирует как страх они настолько не хотят признаваться себе в том что они этого боятся что они это не называют страхом и никто из них не хочет конечно же признать себе что он не крутой потому что у нас какая-то есть тесная связь между отказом женщиной между тем что у тебя женщине что-то не получается идти по ощущениям себя что нормальная мужик то есть в порядке я или нет и именно поэтому когда мужчина видит красивую девушку которую ему нравится даже если это абсолютно тепличные условия ну там она идет по улице одна никто и не мешает не парни таран не торопится и не спешит прогуливается именно поэтому мужчина не решается подойти познакомиться с ней у него в голове в это время возникает такой внутренний диалог то есть как сказал один парень в нашем телеграм-канале кстати ссылка здесь внизу если ты еще не подписан как будто бы у него здесь сидит какой-то чертенок а здесь ангелочек и чертенок его все время отговаривает этот диалог выглядит так представь себе да не надо угорать то есть это реально так происходит смотри вот хороший плохой слушай классная красивая да да очень красивая блин надо подойти наверное что-то сказать да чё ты ей скажешь что-то вообще можешь ей сказать слушай сейчас что-нибудь придумаю слушай но ты я сейчас будешь отвлекать лишь она по телефону разговаривает или там у нее наушники ты сейчас будешь вмешиваться в ее личное пространство и вообще ты видел какая у нее сумочка что за сумочка не видел у нее луи виттон по-моему луи виттон да луи виттон ты представляешь сколько она стоит то есть скорее всего за ней какие-то олигархи бегут и вообще ты такую девушку даже не потянешь где ты на своем форт фокусе там где эта девушка с луи виттоном ты понимаешь да походу да слушай ну ноги блин ты видел какие красивые ноги просто огонь до ноги конечно шикарные согласен но ты видел какой нос у неё чуть-чуть длинова до длинова да да длинова до не нормальный нос до длинный он посмотри родинка на щеке что-то вообще не в тему да и дни красивая она так себе вообще не очень-то но да не ну я тебя не очень-то она тебе вообще сейчас не до женщин тебя надо деньги зарабатывать вот будут деньги будет и женщина те завтра вообще рано вставать что ты здесь смотришь да и она уже ушла вон далеко далеко ну не знаю может догоним да не догонишь ты ее она уже вон за 20 метров ушла сейчас в такси сядет и уедет все давай в другой раз перестань не выпендивайся погнали домой и самое дебильное как бы сейчас этот кукольный театр не выглядел в голове практически каждого мужчины даже взрослого адекватно уверенного в себе там в социуме реализованного может быть даже там богатого успешного вот такой внутренний диалог регулярно возникает и потом когда этот мужчина идет домой у него начинается другого характера диалог он уже более честный чуть-чуть этот диалог когда мужчина ложится спать его начинают думать блин вот я тормоз надо было наверное подойти она на на меня по моему даже смотрела так с улыбкой ничего бы было подошел да ничего бы не было до походу делая просто протупил и вот это вот сожаление она будет постоянно капать и капать и капать и чем его больше чем больше ты себе вот так вот отказываешь в реализации своих желаний обманывая себя ища себе отговорки находя себе эти отговорки тем больше это влияет на твою самооценку и уверенность в себе реально она с каждым разом становится на самом деле все ниже ниже хуже и хуже ты начинаешься голодать голодать и голодать и я в свою очередь когда-то был таким же как и ты да то есть меня очень много раз послали слили отказали и я понимаю что когда мужчина боится этого отказа он зачастую его сильно катастрофизирует что прям женщина грубо тебя слила это надо очень сильно постараться не знаю в какой женщине надо подойти просто какой-нибудь бывший там не знаю короче плохой женщине вот и зачастую мужчина это очень сильно катастрофизирует меня огромное количество раз слили но я живой и здоровый я четко понимаю что нужно сделать это какое-то небольшое количество раз и все на счет получаться тебя отпустят потому что страх иллюзорен и особенно если у тебя есть кто-то с чьей поддержкой ты можешь это сделать мне в свое время никто не помогал вначале чуть-чуть друг потом я сам прошел тренинг и потом я сам это делал все и мне было тяжело да но сейчас у тебя есть другие возможности реализовать твои желания с моей помощью что надо сделать первое надо признать что это страх то есть признать что да я боюсь я испытываю страх и дискомфорт и мне это очень сильно не нравится второе да что надо сделать понять насколько сильно тебе этот страх мешает по жизни реализовывать твои желания наслаждаться общениями женщины возможно даже найти себе жену не то что там секс следующее что надо сделать нужно перестать оправдывать себя всякими там уважительными причинами отговорками когда ты в очередной раз не подойдешь красивой девушке который тебе нравится не надо говорить себе да она просто спешит мне некогда мне до этого так и скажи я не подошел потому что я испугался ключевое признать факт существования проблемы когда ты это признаешь это уже пол шага для ее решения и никто не предлагает же тебе во все услышание ходить кричать я боюсь женщин там я боюсь я боюсь получить отказ выложить у себя в социальной сети для начала перед самим собой начни становиться честным самим собой подойди к зеркалу вечером скажи блин я реально засал и не подошел к этой женщине несколько раз ты это сделаешь признаешь даже если ты все равно не будешь подходить будешь бояться и признавать себе в этом все начнет сдвигаться понимаешь когда ты признаешь в чем истинная причина не в том что и дул юго-юго-восточные 14 метров в секунду не в том что она шла с телефон не в том что у нее была сумочка лавитон а в том что ты не решился действовать в этом направлении и что отличает любого успешного человека вам в любой сфере жизни от всех остальных то что эти люди как правило умеют признать факты такими какие они есть они признают себе да мне не нравится текущая реальность которая живу в той или иной сфере дальше не год я хочу изменить примерно понимая в до какого до какой степени и в какую сторону и далее они начали предпринимать какие-то шаги и действия но все начинается с признание того что ему эта реальность не нравится признание страха перед женщинами в данном случае и сейчас я тебя немножечко может быть просто подразочарую но я здесь для того чтобы говорить правду если ты не будешь знакомиться подходить общаться выбирать проводить свидание ты никогда не найдешь женщину своей мечты ты никогда просто не встречи потому что кто-то другой подсуетиться и на вашем пути он успеет с ней замутить и она никогда не станет твоей дальше если даже ты ее увидишь и встречишь физически и она тебе очень понравится из-за вот этой слабости трусости и нерешительности ты не сможешь к ней подойти далее если даже у вас не что-то срастется все-таки воски там отношения завязали себя брак из-за боязни и потерять который идет как следствие из-за отсутствия выбора из-за неосознание своего сильного мужского гена не того не активации внутри тебя ты будешь подпрыгивать перед ней на задних лапках трястись и бояться ее потерять в итоге ты станешь в этих отношениях подкаблучником только потому что у тебя не было выбора и ты боялся ее потерять и тогда ты в итоге в конечном счете все равно потеряешь но есть выход если продолжать себе врать если продолжать отмазываться искусно себя обманывать то у тебя есть огромный шанс что вот эти отмазки сработают как обезболивающий то есть они сейчас не дадут тебе почувствовать вот эту боль в кавычках боль да от отказа женщины максимум что может случиться скажет извините я не знакомлюсь там отстаньте от меня не хочу мужчина я спешу все это максимум что может случиться если это вообще можно назвать хоть какой-то сука болью и вот это вот отмазка и отмазки которые ты сейчас применяешь они реально работают как обезболивающие сейчас в моменте это значит такое как наркотик как кофе который сейчас тебе вроде бы дает энергия потом забирают ее обратно как банк который дал тебе кредит а потом пришел и забрал тебя в несколько раз больше с процентами сейчас это тебя обезболит ты можешь придумать себе что да нет я спешу мне это не надо да надо идти зарабатывать что я делаю но когда ты будешь взрослым а если ты сейчас взрослый то старым мужиком ближе к пенсии когда ты поймешь что твоя жизнь прожита не так как ты хотел ты даже не нагулялся у тебя не было достаточно секса и ты живешь какой-нибудь мегер или вообще один вот тогда это все вернется с процентами это боль ты ощущаешь ощутишь ее максимально исполна но тогда может быть сука очень поздно и еще один момент отличающий современных мужчин они так не любят смотреть правде глаза не так не хотят думать о будущем они так привыкли вот сейчас вот сейчас что что завтра все равно но это очень больно будет потому что многие даже на примере бизнеса там мои знакомые друзья 10 лет назад он говорил давай ты начнешь там бизнес вот в своей сфере ты же в этом шаре шаги да нет это же над вот это вот это потом проходит 10 лет они все еще в этой же жопе в которые были это ты за это время за эти 10 лет ты сейчас бы уже просто филиалов несколько открыл а тогда он говорил но это надо год-два вот и год-два то есть уже сейчас они об этом жалею я надеюсь что ты очень не хочешь пожалеть об этом через несколько лет не надо быть таким наивным еще одна мужская нормальная черта это уметь принимать жизнь такой какая она есть смотреть правде глаза не быть наивным наивность это непростительная черта для мужчины не надо верить в чудеса сука они кончились в детстве когда вот эти хрюша и степашка как здесь в диалоге там или каркуша и филя вот тогда были чудеса в жизни такого не бывает и вообще о каком страхе идет речь если ты например подойдешься к 10-15 девушкам познакомиться тебе 5-7 из них скажут извините я не знакомлюсь а какой более идет речь где здесь боль ты ничего не перепутал и особенно если ты сделаешь это с нашей помощью именно поэтому сейчас по многочисленным просьбам я решил повторить свой онлайн марафон по живым знакомствам то есть практически онлайн марафон шамшурин всегда рядом название говорит само себя в каком бы городе ты не находился какой стране бы ты не жил сколько бы лет тебе не было этот марафон в основном для взрослых мужчин готовых решать свои проблемы женщины готовых бросить вызов этому страху я вместе с моей командой буду тебя поддерживать это 10-дневный марафон который очень плавно не надо будет увольняться с работы не надо будет брать отпуск в течение ткани дня плавно ты будешь делать легкие по нарастающие задания практики и упражнения которые я буду тебе надиктовывать голосом ты будешь получать мою поддержку то есть у тебя будет возможность позвонить мне по видеосвязи прямо из полей и я тебе помогу сделать то или иное задание у тебя будет полнейший эффект присутствия что я рядом или любой член моей команды у нас там много тренеров и каждый будет помогать плюс общий чат единомышленников много-много чего еще но ключевое у меня есть метод который еще не повторил никто метод позволяющий любого мужчину на расстоянии всего лишь за 10 дней обучить привить и внедрить ему этот навык навык легкого комфортного спокойного общения с девушками знакомств соблазнений свиданий ты уже на 7 8 день этого марафона пойдешь на свидание с той девушкой с которой ты сам познакомился я тебе это гарантирую и так резюмируем ссылка на марафон здесь внизу стартуем 8 числа с 8 по 18 вот брать не надо ты можешь находиться где угодно с 5 по 7 сентября откроется окно продаж и только в эти дни ты сможешь оплатить участие стоимость как всегда символическая здесь внизу ссылка с подробностями обязательно зайди прочитай про эту возможность мужчина это тот кто использует возможности а не щелкает клювом как делают многие из вас и так резюмируем что нужно чтобы побороть страх знакомства признать существование этого нелепого страха далее понять насколько он тебе мешает вспомни все ситуации где ты видел красивую девушку так и не подошел прощелкал клювом и потом на себя из-за этого злился следующее перестать отмазываться искать оправдание когда в следующий раз ты не можешь познакомиться с кем-то и самое главное последнее начать знакомиться преодолевая этот страх и с моей помощью это будет максимально легко для тебя комфортно и главное результативно хочешь решить вопрос сделаем это вот так я профессионал и знаю как это сделать у меня есть уникальная авторская методика здесь по ссылке переходи увидимся в марафоне